Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Вы вновь на канале Шахматы для всех и мы продолжаем разбор партии Кубка Касымжанова, который прошел в марте прошлого 2023 года. В центре нашего внимания сегодня тур седьмой и поединок двух соотечественников, партнеров по олимпийской сборной Узбекистана и действующих олимпийских чемпионов Жавахира Синдарова и Надербека Абдусаторова. В этом поединке Надербек в ответ на Е4, Е5, Конь Ф3 решил разыграть русскую партию. Конь Ф6 забирает на Е5 Жавахир и после Д6 возвращает коня на Ф3. Конь бьет Е4 и основной ход Д2, Д4. Д5 играет Надербек, после слон Д3, Конь С6, 2-0, слон Е7, Конь БД2 и размен. Слон Ж4, играют черные связывая коня, пешку Жавахир защищает, играя С3 и после рокировки слон Ф4. Слон Д6, размен и в этой позиции основным ходом считается простое ладья Е1, но слон С2 играет Синдаров с целью построить диагональную батарею. Известная идея, после ферзи Ф6, ферзь Д3 угрожает мат, Ж6 играет Абдусаторов и Конь Д2, избегая размена на Ф3. Черные первыми занимают открытую линию, белые играют ферзь Ж3, нападая на пешку С7 и слона. В этой позиции черным лучше было сыграть слон Ф5, атакуя белого слона. Если разменяться на Ф5 и забрать на С7, то черный ферзь также активизируется, ферзь С2 и на доске примерное равенство. Если же связать слона ходом ферзи Ф4 с целью разменом на Ф5 испортить черным пешки, то Конь Е7, Ж4 ход не проходит. Связка слона парируется связкой пешки, Ферзь Х4 и у белых определенные трудности. Поэтому ладья ФЕ1 нужно играть, но черные аккуратно ставят пешку на С6. После ладья Е5, король Ж7, защищая ферзя, угрожает слон С2. Размен Конь Ф5, ладья Е1, ферзь Д8. И черные постепенно гасят инициативу белых и полностью уравнивают позицию. Но Абдусаторов решил сыграть Х5, вот так защитил слона и еще одну пешку поставил на белое поле. Конечно, брать на С7 плохо, ввиду вторжения на Е2. Поэтому ладья ФЕ1 играет Жавахир и король Ж7. Если тут забрать на С7, то черные неожиданно бьют конем на Д4. Тут белым лучше отойти атакованным слоном на Д3, соглашаясь с возвращением пешки. А если забрать коня, то размен на Е1 и ладья С8. Именно ради вскрытия вертикали С жертвовался конь. Ладья бьет С2 и у черных прекрасная позиция. Поэтому Конь Ф1 играет Синдаров и после ладья Е7, прикрывая пешку С7, размен и конь переходит на Е3, атакуя как пешку Д5, так и слона. Приходится отходить на Е6, ладья Е1, угроза конь бьет Д5, возобновляется. Ферзь Д7, слон Д1. Угрожает взятие на Х5, поэтому король Х7 и слон А4. Идея белых состоит в том, чтобы в удобный момент разменяться на С6, переходя к противостоянию белого коня и черного слона, который при такой пешечной структуре имеет хорошие перспективы стать плохим. Ладья Д8 играет на дербек и тут белые могли сыграть Ф4 с целью продвинуть пешку на Ф5 в удобный момент. Но А4 играет Синдаров, опять же расставляя пешки на черные поля, что еще больше ограничивает слона соперника. Ферзь Д6 и Ферзь Ж5. Синдаров пока отказывается от перехода в окончание. Король Ж7, прикрывая пункт Ф6. Конь Ф1 и после Ф6 Ферзь Д2, слон Ф7. И, наконец, размен на С6. Ферзь Ф4 играют белые, Ферзь Д6 взяли, забрали Ладья Е7. Следует констатировать, что и в дебюте, и в Миттельшпиле, и даже в Эншпиле белые сохраняют очень неприятное давление на позицию черных. Таков этот дебют, русская партия. Часто он приводит к бесцветной ничьей, но бывают и такие случаи, когда за ничью приходится бороться чуть ли не на протяжении всей партии. Ладья Ц6 играет на дербек. Ладья Д7. После КФ8 с целью сыграть КЕ8 и поймать ладью, дается шах. Далее Ладья Б8, атакуя пешку. Наиболее точным решением было Ладья Б6, не меняя пешечную структуру. Но на Б6 пешку поставил на дербек, и белые выходят на Е3. Опять КФ1, Ладья Д6, КЕ2. И черные все-таки добиваются размена белой ладьи. После взятия КФ3. Партия перешла в окончание, в котором конь белых борется против не очень-то активного черного слона. Пешки черных серьезно ограничивают легкую фигуру, стоящую на Ф7. У белых маневренный конь, который может напасть на пешку, стоящую на поле любого цвета. Поэтому и дальше на дербеку Абдасаторову нужно играть очень точно, чтобы не попасть в худшую позицию. Тут лучшим решением было спокойное КЕ7, подтягивая короля к центру. В этом случае у белых был минимальный перевес. Но Ж5 резко играет Абдасаторов. Он спешит как можно быстрее поставить хотя бы еще одну пешку на черное поле и улучшить своего слона. Белые сдержанно играют КЖ3. Конечно, портить структуру, меняясь на Х4, черные не обязаны. Но можно было сделать простой ход КЕ7 и после размена на Ж5 и нападения на пешку Ж5, черные успевают королем защитить свою пешку и сохранить равную позицию. Но Абдасаторов рукой сыграл КД7 и после размена на Ж5 Ф4 у черных все плохо. Если разменяться на Ф4, то белый король становится значительно активнее своего коллеги, угрожает вторжение как на Е5, так и на Ж5 с неизбежными материальными потерями со стороны черных. Поэтому Х4 сыграл на дербек, но это привело лишь к большей активизации белого короля. Приходится бить, забираем. Слон Е6, конь Ф5 и в этой позиции на дербек Абдасаторов сдался. Действительно, как после размена легких фигур, так и без него белые спокойно забирают пешку Х4 и потихонечку реализуют свой уже решающий перевес. Вот такая партия. На протяжении всего поединка Жавахир Синдаров создавал давление на позицию своего соперника, а на дербек Абдасаторов так и не сумел полностью уравнять игру и потерпел крушение в Эншпиле. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.